добрый вечер пятница 22 традиционно в прямом эфире программа полярное мнение и так человек который меня сегодня в гостях уже три года пытается добиться того чтобы в наринмаре наконец появились общественные туалеты с этой инициативой он неоднократно выступал перед чиновниками депутатами но все тщетно мужчину кажется не слышать и даже слышать не хотят представители в городской власти ссылаются на дороговизну проекта ведь чтобы в городе появились уборные необходим 1 миллион рублей а это мол много в бюджете на такую необходимую идею нет таких денег да неужели а как же 20 миллионов которые в декабре прошлого года оставались в казне на благоустройство столицы региона на что их потратили впрочем это отдельная тема что касается общественных туалетов то вопрос продолжает находиться в воздухе между небом и землей а если честно то ближе к подземелью ведь казалось бы мы живем в столице целого субъекта но если местного жителя и гостя приспичит то сделать свои дела по сути некуда ну разве что сходить за кусты или за дом а там же и полиция дежурить тогда штраф неизбежен на тебя еще и административку повесит и биография точно испорчена но не дело перед программой по традиции на нашей страничке вконтакте мы устроили соцопрос вопрос предсказуемые нужны ли в наринмаре общественные туалеты результаты уже известны они очень интересные но озвучим мы их позже также зачитаем комментарии а пока я в студию приглашаю инициатора идеи николая канева между прочим участник бывший участник боевых действий он также бывший депутат горсовета а ныне помощник депутата совета городского округа город на рейнмар по избирательному округу номер три вторая сторона городская мэрия на программу прийти не пожелала хотя по совести должны били ведь решение данного вопроса исключительно зависит от них ну да ладно мы тоже привыкли к такому развороту событий у нас работает телефон прямого эфира звоните высказываетесь предлагаете номер 2 11 45 2 11 45 итак мы начинаем полярное мнение николай ленчич заходите здравствуйте если я что-то не так сказал сразу можете меня поправить здравствуйте нет все правильно правильно все сказали все правильно ну давайте сразу вот это место должно быть предназначено для город администрации я делал звонок еще во вторник то есть три дня назад но за три дня они не смогли подыскать человек который смог бы прийти сюда чтобы пообщаться с нами эту тему прислали мне в электронном виде документ некий я сейчас зачитаю его что они мне пишут и так на территории города на рейнмара имеется два общественных туалета павильонного типа около магазина софия это за городской администрации и в районе морского порта за диспетчерским пунктом а т.п это летний вариант туалетов которые мб у чистый город открывает на летний период один из туалетов один из их туалетов за администрации готов к эксплуатации почищен заполнен водой там есть освещение и уже открыт для населения имеется также четыре переносных биотуалета которые используют на массовых мероприятиях разработана проектно-сметная документация на давайте туалеты покажем которые сейчас у нас есть у стоят за администрации городской разработана проектно-сметная документация на строительство пассажирской автостанции в районе морского порта в составе которой будет теплый стационарный туалет вот весь ответ город администрация понятно 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 конечно от туалета вот эти да 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 там возле город администрация да да они работают они работают они хотят сегодня а сколько вообще раз в году они работают примерно ну знаете я как-то не могу сказать но по праздникам открывали а так что постоянно ну да потому что часто проходил и не раз но вот у вас есть своя точка зрения личная да давайте начнем по порядку да сам он конечно давайте пожалуйста да уважаемые зрители если есть вопросы или мнение свое звоните 211 45 добрый вечер друзья я являюсь помощником депутата совета городского округа город на январь по избирательному округу номер 3 хочу начать с того что в 2012 году и 27 марта 2013 года проходили публичные слушания по утверждению правил благоустройства обеспечения чистоты и порядка в городе на январе проводили эти слушания управление строительства жкх и градостроительной деятельности администрации муниципального образования город на январь я вносил свои предложения чтобы рассмотреть вопрос о строительстве столицы субъекта российской федерации в городе на январе общественные стационарные теплые туалеты затем 13 ноября 2013 года состоялись публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования городской округ город на январь на 2000 14 год и на плановый период 2015 и 2016 годов я внес предложение чтобы построить столицы субъекта российской федерации в городе на январе общественно стационарные теплые туалеты это все было публично я отвечаю за свои слова затем в газете на ряна вынер была статья туалетные страдания а 23 ноября 2013 года писала ирина ханзерова хочу процитировать и нет предложения я думаю что это будет интересно возьмем наш небольшой город наймар окружная столица все же город не последнего административного значения отсутствие общественных туалетов днем создает как ни странно очень большие проблемы для жителей и гостей города и это вовсе не шутки спроси у любого у любого из горожан где находится общественный туалет и народ не задумываясь ответит нигде у нас здесь привыкли решать проблемы собственными силами и умениями а как бы хотелось чтобы в нашей заполярной столице все было по-взрослому чтобы центральной части города и спальных районах хотя бы по одному общественную стационарному туалету было чистому теплому и надежному уж не такие это большие затраты для бюджета зато как все будет культурно правда помните про бюджет кстати сколько стоит установить туалет и давайте вы знаете вот пока вот шла дискуссия да мне подходили и говорили ну николай леонич там где-то около миллиона бустой туалет ну вы я я отвечал ну около миллиона может быть возможно но ведь он не на один год это будет теплый зимний вариант это будет мужское и женское отделение это будет но слушайте мы живем на крайнем севере я думаю миллион для субъектов федерации российской федерации не низко автономного округа это копейки это копейки и колюч а вот многие люди до сих пор наверно даже не до конца не поняли что это за общественным туалетом как они будут выглядеть думают все наверняка что-то пластиковые кабиночки это не так да нет это не так понимаете это будет у нас же есть строительные организации это будет из кирпича естественно это будет там я не строитель но мы же все ездим больших городах бываем мы же ходим общественные туалеты платные где обслуживается чистота все но вот а у нас что нельзя это сделать я думаю это можно сделать для этого надо просто желание но видно что разговоры есть но желания нет значит что ничего не будет ну а почему нет желания все же хотят по идее то ну понимаете все хотят но решение то нет ведь этот вопрос и вы правильно сказали поднимали не только с 13 года он и раньше поднимался но почему-то до него не доходили потому что у нас были вы сами показывали биотуалеты пластмассовые но слушайте это вчерашний день давайте жить тем более как они работают зимой да да вот и пока ну давайте как должно быть все меняться продать я думаю что поэтому надо стремиться можно я дальше давайте конечно продолжите да затем 17 декабря 2000 13 года было заседание постоянного комитета совета городского округа городной мар я присутствовал на этом комитете и спросил включено ли бюджет муниципальное образование городской округ городной мар на 2014 год и на плановый период 2015-16 годов мое предложение по установке общественных туалетов городе на январе затем 14 ноября 2014 года тоже проходили публичные слушания по проекту бюджета муниципальное образование городской округ городной январь на 2015 год уже и на плановый период 16-17 годов я внес предложение о необходимости включить в раздел жилищно-коммунальное хозяйство подраздел благоустройства на 2015 год что обязательно надо построить столицу субъекта российской федерации городе на январе общественные стационарные теплые туалеты вы понимаете одно и то же я говорю потому что из года в год вы заметите я ничего не придумаю не то смотрите вот вы написали в первом да то есть там было молчание когда вы носили первые до движения молчания хорошо затем поступает ответ от главы да но после этого ну я естественно и я же писал письмные и вот однако от главы муниципальное образование городской округ городной марс от 29 декабря 2014 года я получил ответ что строительство стационарных туалетов на 2015 год не запланировано в связи с недостаточной собственной доходной базы муниципального образования ну попросту говоря нету денег на эти цели нету денег выходит так давайте я пример сразу приведу еще вот 29 декабря мы незадолго до этого делали большой материал тоже по благоустройству города и тогда я разговаривал с ольга пахомова и ныне депутат окружного городского горсовета да и она сказала мне тогда что в конце 14 года в балансе в казне город администрации оставались неиспользованные 20 миллионов на благоустройство и это тоже факт она сказала на камеру мне это лично из вас вы отвечала тогда они отписывают вам тоже что денег на эти цели не запланирован этот год да получается да ну я я прочитал то что не дано было я не буду приду давайте звонок примем у нас и звонок коло здравствуйте алло да 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 слушаем вас олег это коллега твоя мария владимирова ваш привет привет я хочу поддержать тему который вы обсуждаете тема общественных туалетов я думаю что она очень актуальна и мне вот очень странно почему люди не звонят и не высказывается в пользу того чтобы они появились потому что мы живем в городе пускай и небольшом но мы все такие же люди да у нас абсолютно такие же потребности как у жителей больших городов я думаю что наличие общественных туалетов она просто необходимо в нашем городе и вот знаете что интересно мне кажется то что открылся туалет за городской администрации вчера накануне это отчасти заслуга наша потому что николай леонтич обращался с вопросом по общественным туалетом программу алло студия которые я веду это было несколько недель назад и мы тогда как раз таки начали выражать нашим журналистом языком бомбить городскую администрацию чтобы получить комментарии по данному вопросу но никаких комментариев мы получить не могли почему-то эта тема им кажется какой-то вот запретный закрытый они не хотят на нее общаться я думаю что алик ты меня в этом тоже поддерживает да конечно я три дня добивался чтобы сюда пришел человек да потом мы опять неоднократно обращались просили и вот тебе результат как будто бы у нас общественный туалет есть и они работают на самом деле мне кажется что все это прозерство что все это работа а для не знаю вот мы мы вроде бы как просили чтобы это сделали а и вот они могут теперь сказать а чего вы хотите николай леонтич вот у нас работает один туалет а кто контролирует как он работает скажите мне пожалуйста тоже неизвестно потом вот потом вот этот туалет который тоже они приводят пример около речного павильончиком в наконечной остановке я ни разу например не видел чтобы он работал зимой там всегда сугробы летом он по-моему себя закрыт на замочке да и потом это не выхода я считаю что поддерживаю полностью идея николай леонтича нужно капитальное так сказать строение да из кирпича как вот весь нормальных городах с буквами м и жо с женщинами там которые будут сидеть и конечно туалет надо делать платным они бесплатно чтобы его всегда держать чтобы его не разбомбили да я считаю что житель может заплатить определенную сумму для того чтобы справить свою нужду с комфортом потом у нас возьмем пример площадь на рации на что там творит у нас там очень много детей гуляют куда они все ходят я знаю куда у меня тоже есть ребенок они просто вынуждены бегать за городской администрации там за сцены стена и действительно да это так вот маш скажи пожалуйста а вот как ты считаешь миллион на установку туалетов там много для бюджета города я считаю что это смешные деньги мы тратим гораздо большие суммы для того чтобы привести какой-то делегации например накормить напоить почему бы и не поставить общественным туалет сделать доброе дело для людей действительно ну и калючу вы слышали маша поддерживает все правильно потому что все спасибо большое за поддержку продолжайте дело в том что вопрос по установке общественных туалетов в городе на январе уже муссируется 2006 года в том числе в средствах массовой информации а результатов почему-то нет вот правильно сейчас маша сказала вы понимаете прошло уже 9 лет да но и вопрос ответа решения решения нет ну вы понимаете что строительство и инфраструктура растет городе на январе темпами хорошими правда ведь да да действительно сколько можно приучать наших детей ходить в центре города по малым нуждам за каждый угол дома и так далее вот сейчас маша говорил но уже не надо здесь придумать ничего это так я думаю что это актуальный вопрос касается и депутатов окружного собрания которые выбирались депутаты окружного собрания на территории муниципального образования города на январе слушайте они же в городе живут и они такие же люди хотя мне говорят николай леонич ну как же вы депутатов окружного собрания задел так вы баллотировались на территории муниципального образования это же актуальный вопрос правда и буквально 10 апреля 2015 года в администрации города проходили публичные слушания по проекту норм и правил по благоустройству территории муниципального образования город на январь я еще раз у неё предложение публично по установке общественных туалетов в городе на январе на 2015 год я не могу понять почему по такому актуальному вопросу жители города на январь молчат хотя я думаю что далеко не молчат не давать кешь молчать не будут телефон прямого эфира на звонок есть да у нас да слушаем алло здравствуйте алло да да здравствуйте добрый день слушаем вас можете пожалуйста отойти подальше от телевизора немножко вы в эфире слушаем вас я хочу сказать что нам обязательно нужны в городе общественные туалеты потому что еще хочу добавить что вот территория города и особенно детские площадки они загажены еще вот и собаками которых водят на поводочке и водят вот на детских площадках или так и у нас никто не говорит что владельцы своих собак которые водят на поводочке и по вот детским площадкам чтобы они убирали экскременты я понял извините как вас зовут как вас зовут меня зовут светлана иванова давайте не будем моделяться пока темы общественных туалетов вот вы считаете что они нужны до обязательно на ваш взгляд где бы их можно было установить вот самое оптимальное место ну там вот где проходят мероприятия ну то есть площадь да где массовое скопление людей есть вот например мы ездили в санкт-петербург да и там даже в центре вот где памятник вот петру первому тут прямо два туалета с одной стороны с другой потому что есть площадь люди ходят и там это может служить примером для нашей страны мы поняли вас спасибо большое примером могут служить и думаю почти все города где есть общественный туалет на самом деле спасибо большое мы вас поняли ну николай люди все-таки вот ваша точка зрения почему администрация не слышали вы знаете вот я только прочитал то что я публично на на общественных слушаниях и по бюджету я каждый год выступаю по бюджету поднимаю вопросы конечно я очень много поднимал вопросов разного направления да я вижу плоды своей работы я вижу делается но вот общественный туалет вы понимаете это для всех касается эта тема но я не скажу что да она актуальная но она выполнима вот здесь надо спросить у власть но я же не власть но вот к сожалению не пришли по за место свободное здесь и вот сейчас светлана ивановна говорила да действительно у нас ведь есть места я могу даже сказать где например где седьмая школа у нас было до снесли уже до снесли или там с медовича 21 дом здесь есть территория но есть территория там где общежития педколледжа там поле такое но это же центр я думаю что вот здесь в этих местах можно как-то сделать придумать тем более у нас есть строительные организации если у нас но есть у нас сколько займет строительство туалета там немножко ну слушайте конечно конечно это же не дом построить у нас есть звонок здравствуйте вы в прямом эфире добрый вечер меня зовут ирина затронули очень актуальную тему по крайней мере для нашей семьи наверное наших соседей нам было актуально несколько лет назад когда мы жили в центре города в деревянном двухэтажном доме и очень часто но наверное с периодичностью раз в два месяца к нам заходили ну прохожие на наш подъезд чтобы справить нужду прямо в подъезде прямо прямо в подъезде неоднократно даже были замечены нами поэтому я считаю что общественные туалеты построить необходимо и было бы хорошо наверное может быть даже несколько таких туалетов разных местах в том числе недалеко от арбата ирина ну я думаю вы поддерживаете то что туалеты будут круглогодичными но и в то же время платными да я ну это конечно да потому что бесплатно я думаю там будет невозможно заходить нужно чтобы они были платные я думаю 10 рублей заплатить за нормальный комфортный теплый туалет чистый это ну не так много лучше так чем не знаю бегать по подъездам до всякие людей бывают ситуации поэтому я считаю что они просто необходимы спасибо большое мы вас поняли спасибо за камера ну и тем более вот это общественный туалет который будет это же рабочие места но рабочими это новые рабочие места круглогодично это тоже здорово давайте может быть сразу уже назовем результаты голосования и так мы на протяжении она проходила напряжение четырех дней вопрос простой нужны ли на римару общественные туалеты проголосовала 251 человек за то что они нужны 84 процента практически за то что нет 16 и 3 но это уже минимум это здорово да я не знаю почему кто считает что кому-то кто-то считает что все таки не нужны в городе но при этом и комментарии очень интересно оставили здесь у нас на стенке можно почитать несколько вот к примеру девушка пишет сразу же опять же это новые рабочие места вы отметили да сколько рабочих мест но слушайте это будет сменная работа на работа сменная работа я думаю там а другая девушка пишет что неплохо было бы сделать только на лето наверное в минус 30 вряд ли кто-то в туалет сказать будут будет по городу вообще если честно моя очень взгляд картины когда представителя мужского пола упираются в стенку дома или иной постройки и постоянно оборачиваясь на прохожих делают свое дело столько наглости неуважения в этих поступках ужас но что делать если не как а что делать да у нас звонок опять есть слушаем здравствуйте 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 меня зовут константин я хотел бы тоже высказать поэтому по этому вопросу не вот допустим как жители города очень стыдно когда к нам приезжают гости других от регионов люди и прогулки по городу меня есть куда вот медиклифтуре приходится делить по всему городу чтобы найти как бы куда ходить и еще не всегда везде пускают поэтому мне кажется для администрации городской нужно что-то делать решение предпринимать миллион как для нашей нашего региона для нашего округа это не так смешные деньги как народу константин раз вот николай леонтьевич в одиночку в одиночку не получается решить проблему может быть все таки поможем как-то не знаю общественностью конечно я предлагаю устроить демонстрацию к администрации здесь даже тогда чтобы поддержали спасибо большое мы вас поняли спасибо константин и так и сразу же пишут 1 однозначно нужны туалеты но тут вопрос в том что люди ничего не берегут только посмотрите что стало с новыми автобусными остановки по моему так нужно просто сделать туалеты платные в торговых центрах например за символическую цену а в питере так сидит человек на входе лишь 10 рублей идешь по своим делам а предлагает к примеру делать вообще туалеты торговых центрах но это конечно все такие улицы это улица лидия согласна что это должна быть платная услуга люди так устроены что не ценят то что получают даром и пусть это будет не совсем символическая плата но чтобы туда можно было идти не зажимая нос чтобы были чистые туалеты да тут есть один комментарий очень такой критичный я не знаю читать не читать в общем по-моему это полный бред у меня у себя под носом мусор убрать не могут а тут еще и туалет посреди города тут уже брань начинается убирать желающих не найдется вы поняли что у нас только это делать умеет чего уж тут что есть то есть но мужчина считает что получается туалеты ставить не стоит так как за ними никто ухаживать не будет вы понимаете но вот ему не нравится этот не значит что это все но человеку показатель до оказался с опроса ну ему не нравится а другие а всегда этот человек к этому не нравится да да звонок еще один есть и это меньшинствия здравствуйте да да здравствуйте слушаем вас здравствуйте здравствуйте слышите да да слушаем в прямом эфире я не вижу что-то меня меня там вы от телевизора отодите и говорите вы прямом эфире я тоже хотела бы высказаться по этому поводу я полностью поддерживаю николая леонтьевича еще один бароник по поводу необходимости общественных туалетов так и когда администрация говорит о стоимости в миллион рублей она немножко лукавит примерно год назад кб ибо поставила общественный туалет на площади и забыли об этом туалете а теперь значит он стоит переполненный тут они про деньги не вспоминают на остановке малый качгард по пути из города стоит деревянная такая избушечка она давно привели превращена в общественный туалет это уже не остановочный павильон это все жители называют общественный туалет действительно я вот не слышал люди используют его буквально по прямому назначению потому что ходить в городе больше некуда то есть вы поддерживаете полностью да полностью поддерживаю николай спасибо большое это необходимо поняли николай леонтьевич вот если проект наконец-таки удастся реализовать какими вы видите туалеты и примерно в каких местах и в каком количестве а вот я хочу сказать знаете что ну центр он необходим почему потому что ведь у нас очень много фискателей молодые мамочки едут и вообще но они же приехали в центр значит они приехали не на пять минут на час на два на три естественно с детьми надо куда-то зайти здесь же родственников это мы ходим по родственникам а ну слушайте в центре конечно вот я говорил что где седьмая школа да возможно там можно посмотреть может быть зовить техникум это я говорю про центр но ведь мы не должны не только про центр говорить у нас же есть районы другие например городецкие да тоже стеррорайон большой да и за мостом вот сейчас ленина павловна говорила но слушайте ну хотя бы начать центра да правда а потом уже вот время покажет и как они будут функционировать и рабочие места да я думаю что здесь не будет проблем здесь надо просто сделать на примере например воде в центре а потом пойдет а если ничего нет естественно для всех все в шоке как чуть миллион да что такое миллион звонок еще у нас есть целло здравствуйте вы в прямом эфире здравствуйте меня зовут иван житель нашего города и я полностью эту идею поддерживаю во первых потому что у нас народ гуляет да у нас суровые условия и женщины беременные ходят с детьми малыми заболевания в области гинекологии у нас огромнейшие в округе это очевидно по нашим погодным условиям и еще плюс того что туалет на строить не там где вот допустим 7 школа да хорошее место пустырь и отличная но инфраструктуру там нету надо там и какие-нибудь делать мне кажется пристройки действующим зданием то есть есть водопровод канализация подключена и так далее и тому подобное это будет намного проще и не так затратно плюс сделать можно и не с кирпича современные материалы позволяют делать каркасные абсолютно непродуваемый здание при этом дешевле будет да скорее всего будет дешевле экономичнее тогда как бы и дело в том что от от миллион рублей вообще цифра то смешная потому что по большому счету чиновники получают 13 зарплаты в этой области поэтому это глупая цифра то вообще дешевая спасибо мы вас услышали спасибо скажите пожалуйста сами это сталкиваетесь эти проблемы когда нет туалета в городе общественного с этой проблемой любой житель у нас сталкивается это безусловно и то что действительно в подъездах и прочих местах справляют свою нужду это а ведь полицейские еще ловят кстати неплохо за это штраф еще административное правонарушение штраф это нарушение буквально три тысячи рублей стоит да ну кого ловят то ловят не подростков я вам скажу честно меня тоже ловили за это вот честно признаюсь абсолютно ну а мы хотим повысить демографический демографическую ситуацию по всей стране в том числе и в округе но девушка куда пойдет она она пойдет ее продует она в гинекологическом отделении пролежит по большому счету полгода и чё не придем действительно ни к чему не придем иван но хочется еще напомнить статистику печальную я помню это был одиннадцатый год и тогда девочка подросток зимой пошла в туалет и сходила неудачное место то есть на улице ее ударило током она грубо говоря пошла в туалет ближе к электробудке тогда ее насмерть тоже убила и вот тоже вот был бы туалет дело-то в том что по большому счету грош цена тому руководителю который не не думает о своем населении который его по большому счету избирал который выдвигает такие инициативы надо думать надо общаться если уж общественность девять лет по большому счету этот разговор ведет а власти никак не реагирует но грош цена не более спасибо иван за полезное интервью спасибо спасибо не дело в том что правильный вам я высказал я не строитель я высказал свою еда конечно а здесь уже можно найти варианты и или правильно сейчас материал всякие разные и где-то может быть может не отдельно где-то ну это посмотреть понимаете правильно сказал там где есть канализация в это же можно проверить правильно что же можно сделать конечно может быть здесь нет но в другом месте есть скажите пожалуйста вот пишет на мэрия да разработана проектно-смертная документация на строительство пассажирской автостанции в районе морского порта в составе которой будет теплый стационарный туалет что-нибудь про это вам известно ну вы знаете я слышал про это но проектно-смертная документация она разработана а когда она будет я я не был 20 год или 16 ну я думаю что здесь было если представитель он бы объяснил да ну я я не могу сказать я знаю этой информации и не больше ладно будем ждать конечно не звонок у нас есть целло здравствуйте алё да слушаем вас здравствуйте алё 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 здрасте прямой эфир алё здравствуйте можете говорить здравствуйте да 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 можете говорить мы слушаем здравствуйте олег здравствуйте можете говорить мы вас слушаем да приятно вас слушать в эфире спасибо продолжайте вашу вас очень хорошие репортажи спасибо вы звоните по теме или все-таки поблагодарить меня спасибо большое спасибо но у нас осталось очень мало времени уже всего лишь четыре минуты давайте подойдем итоги все-таки что делать то как добиваться того чтобы отдать и что делать вот результаты которые вы огласить но слушайте на 84 процента ну ну надо же прислушаться я думаю власть муниципального образования город на ямар должна сделать выводы разговоры разговорами а давайте принимать решение правда ведь здесь ничего сложного нет вот общественность высказала свое мнение слушайте мы же выбираемся вы же мы же вас выбираем власть ведь для того чтобы не власть а власть работала для народа здесь не надо ничего придумать правда есть надо просто эффективно продуктивно работает и украшать и любить свой город на ямар и делать для него все потому что мы же все знаем это что мы субъект федерации у нас очень много гостей приезжает с разных стран мира но мы должны показать а это это немаловажно я считаю что тот результат до голосования ну давайте делать выводы нож с вашей стороны какие дальнейшие будут шаги ну вы знаете вот я поднял эту тему конечно пока не появится будем добиваться потому что ну слушайте мы же делом или я делаю как общественник я не для себя делаю в том числе для себя и для людей для жителей муниципального образования города на ямар потому что вы видели сегодня были прямые вопросы и люди поддерживают и говорят что все на варианте конечно нужны мы же живем у нас зима не два месяца и здесь надо давайте жить культурно и процветать и добиваться и благоустроить город на ямар главное действительно как константин предложил нужно выйти общественностью не знаю ну тоже вариант митинг да чтобы добиться этого а дело в том что митинг у нас конечно народ боится а это а в городах как делать только таким путем я думаю и добиваются того чего надо бояться не нужно на самом деле мне тоже очень непонятно почему все таки мэрия не хочет чтобы ну это только могут сказать руководители специалисты потому что жалко конечно почему бы не прийти вот так бы пообщались всегда из чего-то чего-то можно компромисс найти компромисс всегда можно найти вот 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 эти туалеты которые показали вот за администрации их надо закачивать водой и потом выкачивать понимаете но это тоже не то но давайте это летний вариант летний это хороший вариант но это летний вариант а надо постоянный а вы не знаете сколько стоит этот туалет который показывали сколько а этот туалет я вам скажу 750 тысяч 750 тысяч рублей до которые грубо говоря 9 месяцев в году просто так без дела получается вот она вот эти туалеты были закуплены двух тысяч девятом году вот пожалуйста и вот ну я думаю в общем вы какие-то для себя выводы от этой программы сделали я тоже сделал люди которые нас смотрели сегодня также сделали какие-то выводы голосование показала что большинство людей за чтобы в ныринмаре появились общественные туалеты было добиваться я думаю тему не оставим в стороне и дойдем до конца ну что что была программа полярное мнение очередное встретимся ровно через неделю здесь же на этом месте тема будет следующая не менее интересная далее итоги дня новости сегодня в округе в ныринмаре прошел последний звонок поэтому не пропустите до свидания в ныринмаре